период пергама это период массового распространения христианства церковь выходит из катакомб император константин желает чтобы христианская вера как можно быстрее распространилась по римской империи но у христиан распространяющих эту весть христова возникает одна проблема дело в том что в послании к римлянам 1023 сказано вера отслышание в этих словах павла нет ничего нового в них говорится о традиционном еврейском восприятие бога и его откровение через чтение священного писания как например было во времена ездры когда он вынес свиток закона божьего перед всем народом и читал из него вслух всего народа вот почему в удаизме не принято изображать не библейских героев не библейские сюжеты и ангелу пергамской церкви напиши так говорит имеющий острый с обеих сторон меч знаю дела твои и что ты живешь там где престол сатаны и что ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни в которые у вас где живет сатана умерщлен верный свидетель мой антипа но имею немного против тебя потому что есть у тебя там держащиеся учения валаама который научил валака ввести в соблазн сынов израилевых чтобы они ели идол жертвенная и любодействовали таки у тебя есть держащиеся учения николаитов которые я ненавижу если в церкви ефесского периода дела николаитов ненавидели то пергамской церкви сказано что ты любишь дела николаитов это серьезная проблема связана в тексте со словами о том что у тебя в пергаме есть держащиеся учение валаама а это в свою очередь аллюзия на ветхозаветную историю о том как валаам после трех неудачных попыток проклясть израильский народ советует валааку привести в израильский стан женщин с которыми израильтяне любодействовали в контексте идолопоклонства любодеяние неверность это понятие встречается в дикологии дважды во-первых по отношению к супружескому завету в седьмой заповеди во вторых по отношению к божьему завету в первой заповеди так церковь пергама была неверна именно в божьем завете в первом послании коринфянам апостол павел записал ибо слово о кресте есть юродство для погибающих это одно из немногих мест нового завета где употребляется слово крест тем не менее крест не являлся христианским символом в первом веке христиане первого века использовали два символа первый из них это рыба греческое слово их тус рыба представляет собой аббревиатуру из слов иисус христос теос бог уяс сын сатера спасение вторым символом являлась минора изображение которой находили в археологических раскопках раннего периода ранне христианские теологи и художники поняли что для этого всего лучше подходит символ и вот такие вещи просто заменялись символом ну например христос себя назвал добрым пастырем как это изобразить откуда взять этот сюжет откуда взять этот образ а брали опять же из римской например мифологии и изображали юношу берущего на плечи овцу вокруг него еще несколько овечек и кстати этот сюжет он очень распространен во множестве катакомб в риме а что это значит христос добрый пастырь представляете эти пещеры это же была эпоха гонений например приходят люди которые хотят возможно арестование христиан или еще что-то сделать и вот они видят эти фрески на них юноша с овцой и они видят в этом например знакомый для них языческий символ орфей играющий среди животных и все хорошо спокойно но христианин который был посвящен в эту религию хорошо знал символик он прекрасно понимал что это значит здесь собираются христиане потому что это христианский символ вот таким образом христианская живопись переходит к символу именно символ становится главным изобразительным знаком знаком начиная со второго века в минский период христиане скрываются от преследований вот таких катакомбах к примеру вот этот подземный город занимает аж 8 этажей именно в катакомбах впервые появляется изображение креста но после того как в четвертом веке императрица елена обнаруживает в иерусалиме так называемый истинный крест христов и церковь называет его святым и животворящим от простого библейского символа в христианской практике крест начинает использоваться как амулет исследуя катакомбы в которых христиане скрывались во втором и третьем столетии ученые обнаруживают них настенные фрески с изображением библейских сюжетов и символов для апологета в иконопочитания эти факты служат доказательством их позиции однако же литература второго и третьего веков ничего не говорит нам по поводу назначения этих изображений а потому мы не знаем были ли эти изображения объектами почитания или может быть просто служили декоративных целях и так вера от слышания а слышание от слова божия идея невидимого бога в отличие от многобожья когда можно было ходить от одного божества к другому просить у одного второго третьего об отпущении грехов покровительстве торговаться а здесь имеешь дело с единым богом в отличие от пантеона языческих богов которые отличались между собой визуальными видимыми чертами один бог единый бог не нуждается в визуальных атрибутах своих посланиях павел неоднократно подчеркивает контраст между верой и видением визуальным восприятием но именно это является серьезной проблемой для язычников которые не привыкли просто сидеть и слушать слово божье а потому миссионеры пошли на такой компромисс и стали изображать библейские сюжеты и героев для того чтобы пояснить библию язычников а язычники в свою очередь стали этим изображением по привычке поклоняться таким образом создались условия при которых церковь пошла на компромисс по отношению так называемого сакрального искусства истоки раннехристианского искусства следует искать в римской античности именно римская античность стала питательной почвой на которой и росло новое искусство которое мы называем раннехристианским это кстати очень четко прослеживается в хорошо сохранившихся артефактах таких как римские катакомбы например и вот когда мы исследуем сравниваем скажем фрески которые там находим существующими сегодня фресками очень хорошо сохранившимися в помпеях или в геркулануме например то видим генетическое родство именно этих произведений искусства если говорить о том разрешалось ли допустим художником брать какие-то другие сюжеты не библейского происхождения потому что если рассматривать кстати огромное количество этих фресок сохранилось в римских катакомбах то мы увидим что в основном это библейские сюжеты из ветхого завета или нового завета но среди них находятся и достаточно странные сюжеты с точки зрения современности ну например в одной катакомб это на виа латино мы можем увидеть такую сценку античный герой мифологический герой геркулес его еще называют гераклом выводит сербера сайт с подземного царства из царства смерти аида и сразу возникает вопрос откуда почему вдруг в этих катакомбах где вокруг только христианские фрески вот такой персонаж или например там же на виа латино мы можем найти очень интересную фреску на которой тот же геркулес уничтожает гидру тоже какое-то мифологическое существо это только на первый взгляд мы видим здесь неуместности на самом же деле посвященные в христианское учение последователи нового учения то есть христианство прекрасно понимали о чем речь ведь это очень четко связано эти фрески например геркулес выводит пса цербера из подземного царства ведь это аллюзия на тока христос освобождает грешников от их грехов и как потом он будет их воскрешать то есть будет освобождать от царства смерти с одной стороны другая фреска о которой мы говорили например когда геркулес уничтожает гидру это же указание на то как христианин борется со своими грехами и кстати эти идеи эти мотивы они пережили несколько веков и уже в средние века мы находим на одной из перегородок в шарском соборе в современной франции все 12 подвигов геракла они там изображены здесь идет речь о сакральном изображении поскольку он был представлен христианском искусстве самых древних времен раннего христианства стоит акцентировать что ранние христиане негативно относились к сакральному образу к изображению бога что является характерной чертой монотеистической религии эта традиция была унаследована христианством от иудаизма дальше сакральное изображение сперва христа потом богородицы и святых эта традиция утвердилась уже в римской империи с момента когда христианство вышло из катакомб и обрело статус одной из конфессий которые были патронированы римским государством то есть христианство вышло за рамки ранних иудео христианских общин и стала религией всемирного античного государства античный человек привык видеть своего бога существовала традиция домашних божеств опекунов таким образом иконы заменили этих дохристианских богов кроме того наложилась традиция чествования образа императора в римской империи был государственный культ императора его считали равным богу ему следовало воздавать почтение таким образом христос заменил портрет императора например на монетах которые чеканило государства также наложилась традиция погребального портрета например в церквях мартериях в местах где почитался культ святых мучеников где хранились мощи там развилась традиция сакрального образа святого которое своей формой генетически связано с погребальным портретом с традицией например фаюмского портрета в таких местах традиция призывала чтить мощи возле которых совершались разные чудеса видения исцеления и так далее то есть святой продолжал жить и после смерти и совершал соответствующие чудеса те же функции приписывались образу это была та же логика которая положена в основу развития иконы момент преодоления негативного отношения к сакральному образу как я уже сказал ранее было типичным для монотеистической религии я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства да не будет у тебя других богов пред лицом моим не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои дискуссия о том запрещает ли вторая заповедь диалога иконопочитание ведется и по сей день особенно если учитывать тот факт что слово икона в септуагинте в тексте диколога не употребляется действительно если мы посмотрим на греческий перевод 20 главы книги исход то мы увидим что еврейское слово песель кумир переводится как идолос а еврейское слово тму на изображение переводится как о моис таким образом делается аргумент о том что вторая заповедь запрещает идолопоклонство однако если мы посмотрим на это с другой стороны то увидим что первая заповедь уже осуждает его поклонство да не будет у тебя других богов пред лицом моим выходит что вторая заповедь в этом случае дублирует первые иконография является одним из основных элементов языческих религий древнего мира каждое божество имела свое конкретное скульптурное изображение скульптуры олимпийских богов древней греции дошли до наших дней с момента когда иудея была оккупирована римлянами эллинистические мыслители пытались узнать как выглядит еврейский бог яхве многие из них были уверены что за завесой иерусалимского храма должна находиться статуя бога яхве к своему великому разочарованию будущий римский император тит флавий не увидел ничего кроме камня когда он ворвался за завесу во святое святых горящего иерусалимского храма в семидесятом году дело в том что греческие слова о моис и икона являются синонимами и оба они встречаются в септуагенте в тексте книги второзакония 4 глава где моисей описывает опыт израильского народа у горы сена и в частности говорит что под горой вы слышали глаз слов божьих но образа и здесь употребляется слово о моис не видели далее моисей продолжает и говорит твердо держите в душах ваших что вы не видели никакого образа опять употребляется слово о моис там на горе дабы вы не развратились и не сделали себе никакого изображения и вот здесь употребляется слова икона того что на небе вверху на земле внизу и под водой ниже земли вот это у нас как раз язык второй заповеди моисей здесь обращается к опыту израильского народа когда они сделали золотого тельца и сделав золотого тельца они сказали вот это бог который вывел нас или земли египетской израильтяне не хотели в этом случае поклоняться и да но они пытались через видимый образ изобразить невидимого бога в этом случае аргумент который использовали многие отцы церкви о том что через видимый образ познается невидимый первый образ противоречит священному писания а почитание икон на которых изображены божья матерь или святые ведет к нарушению первой заповеди как например изобразить бога отца идею спасения что христос есть агнец или христос называет себя я дверь или говорит я виноградная лоза а вы ветви кстати эти символы эти небольшие сюжеты все эти изображения образы они создавали то что называется культурой воспоминания и напоминания потому что они были своеобразным знаком человек посмотрел вспомнил напомнил и он якобы входит в это специфическое пространство назовем его молитвенное начинает размышлять над этими истинами что-то думать то есть таким образом создавалось определенное пространство таких размышлений и тому подобное удивительно но в этом соборе святой ирины нет никаких икон и изображений это последствия иконоборческого периода евреи византии составляли одно из крупнейших и важнейших этнических меньшинств в империи до середины седьмого века еврейское население византии состояла из двух основных групп евреев проживавших на территории палестины где за ними признавалось право на автономию под руководством собственных лидеров во главе с носи и евреев диаспоры расстелившихся во многих городах империи преимущественно в греции и южной италии на основании данных вениамина тудельского совершившего в двенадцатом веке путешествия по территории империи известно о еврейских общинах во многих городах греции крупнейшие из которых находились в константинополе и фивах с точки зрения законодательства евреи подвергались ряду ограничений им было запрещено иметь рабов христиан проповедовать свою веру занимать государственные должности и присутствовать на публичных церемониях значительно большим ограничением они подвергались в быту соответственно евреи не были благонадежными подданными императоров и при возможности выступали на стороне обещавших им равноправие ариан оппозиционеров и даже внешних врагов в этот период начинается процесс кодификации иудейской гомилитической экзогетической традиции составляются мидраши слово мидраж происходит от еврейского глагола дараш искать фактически это проповеди которые раввины произносили в синагогах по субботам и по праздникам известные ранее компиляции мидрашей которые составили в византии это писи тадыра кахана и мидраж на книгу бытие составлены раввином о шай и раба проповеди раввинов синагогах привлекают не только еврейскую но и христианскую аудиторию с начала третьего века главным инструментом при истолковании священного писания в христианстве была философия в традиционных христианских проповедях любые библейские понятия идеи и концепции трактовались с помощью тех или иных философских категорий и аргументов в то же самое время в иудаизме при истолковании священного писания главный упор делался на детальное исследование библейского текста в своих проповедях византийские раввины того времени обращали внимание на мельчайшие детали стиха и особенности еврейского текста и лексики именно это и привлекало тех христиан которые стремились понять смысл библейского текста они просто услышать морально-философские размышления то что слышали христиане посещавшие синагогу оказывала влияние на их практическую христианскую жизнь и ставила под вопрос в том числе традицию иконопочитания существует исторические свидетельства о том как многие молодые священнослужители монахи и рядовые члены любили приходить в синагоги и слушать проповеди раввина о шая раба и его соратников особенно когда они говорили о книге бытие их интересовали особенности еврейского текста но после этого они возвращались свои церкви и задавали неудобные вопросы а конкретно о дне который бог благословил и осветил это не могло не вызвать реакции церкви одним из примеров такой реакции являлись проповеди и она златоуста которого назвали так за его красноречие и искусную гомилетику и он златоуст пишет свой известный тракта против иудеев в котором он обвиняет их в богоубийстве отступничестве и неверности для того чтобы отвадить добропорядочных христиан от посещение иудейской синагоги он говорит о том что в иудейских синагогах совершается блуд разврат а то вечерам и орги как неприятно слушать такие лживые слова из уст христианского проповедника не удивляйтесь что иудеев я назвал жалкими истинно жалкие несчастные они намеренно отренувшие и бросившие столько благ с неба пришедших в их руки воссияло им утреннее солнце правды они отвергли свет его и сидят во тьме а мы жившие во тьме привлекли к себе свет и избавились от мрака заблуждения нет ничего жальче иудеев они всегда идут против собственного спасения когда надлежало соблюдать закон они попрали его а теперь когда закон перестал действовать они упорствуют в том чтобы соблюдать его знаю что некоторые сочтут меня дерзким за то что я сказал нет никакого различия между театром и синагогой а я считаю их дерзкими если они думают иначе если я решаю так сам собой вини меня но если я говорю слова пророка прими решение знаю что многие уважают иудеев и нынешние обряды их считают священными потому спешу исторгнуть с корнем это гибельное мнение где блудница предается блудодеянию то место есть непотребный дом а лучше сказать синагога есть не только непотребный дом и театр но и вертеп разбойников и логовище зверей эпоха иконоборчества это интереснейший период в истории византийского православия которому сложно дать однозначную оценку в этот период мы видим однозначно проявление византийского церковного цезарепопизма когда император лев 3 и савр снимает с должности патриарха германа первого и ставит своего сторонника анастасия в этот период проводятся репрессии и иконы срываются со стен церквей среди многих причин которые побудили льва и савра заняться иконоборчеством историки подчеркивают и миссиологическую лев и савр желал донести христианство до иудеев которые проживали в византии и до мусульман которые проживали на ее границах он понимал что икона почитания являлась одним из серьезнейших препятствий для того чтобы эти две религиозные группы поняли христа однако же нельзя сводить эпоху иконоборчества в периоду 8 9 веков когда императоры это официально поддерживали противление иконам в христианстве уходит своими корнями в пятый век когда как говорят многие историки это произошло под влиянием иудействующих христианских ересей для иудео христиан священное писание они его принимают интерпретируют читают они им пользуются есть еще и другая среда мы знаем что павел проповедует не только иудеем а проповедует язычникам разным народом он приходит грекам мы знаем прекрасно эту сцену из деяния апостолов где павел приходит в аэропак и говорит что я вам рассказываю про нового неизвестного бога и говорит что вы даже имеете в своем пантеоне специальный алтарь который предназначался неизвестному богу это на всякий случай если вы что-то забыли я вам говорю что именно это и есть истинный бог все остальные боги это не настоящие боги а вот я вам принес истинные знания про истинного бога который позже посетил свой народ его сын стал человеком умер за наши грехи и воскрес очевидно что для греков которые на самом деле с большим подозрением относились к материи к этому материальному миру мы знаем например насколько негативным было отношение скажем платонизма к материальному миру или других философских систем то есть для определенного количества людей которые услышали евангельскую проповедь некоторые моменты понравились условно говоря а некоторые не понравились на этом месте после нескольких неудачных попыток связанных с сопротивлениями сторонников иконоборчества открылся второй никейский собор его инициировала 787 году императрица ирина которая поставила своего сторонника архиепископа тарасия председательствовать на этом соборе после некоторых дебатов собор выносит однозначное решение иконопочитанию быть на таком основании мы определяем что святые и честные иконы предлагались для поклонения точно так же какие изображения честного и животворящего креста будут ли они сделаны из красок или мозаических плиточек или из какого-либо другого вещества только бы сделаны были приличным образом и будут ли находиться в святых церквах божиих на священных сосудах и одеждах на стенах и на дощечках или в домах и при дорогах а равно будут ли это иконы господа и бога и спасителя нашего иисуса христа или непорочная владычица нашей святой богородицы или честных ангелов и всех святых и праведных мужей чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самых первообразах приобретают более любви к ним и получают более побуждение воздавать им лобызание почитание и поклонение но никак не то истинное служение которое по вере нашей приличествует одному только божественному естеству они возбуждаются приносить иконам фимиам в честь их и освещать их подобно тому как делают это и в честь изображения честного и животворящего креста святых ангелов и других священных приношений и как по благочестивому стремлению делалось это обыкновенные в древности потому что честь воздаваемая иконе относится к и я первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней сегодня многие апологеты обвиняют противников иконопочитания в том что они придираются к мелочам и указывают на суеверия которые не соответствуют изначальному церковному порядку однако же считая текст соборного постановления мы видим что во первых кроме поклонения первообразу требуется почитать и образ матери божьей и святых отцов ставить перед иконами свечки возжигать семьям и лобусать их соответствует ли это священного писания нет связи с развитием истории христианства как государственной религии достигли некого компромисса образ допустим но начала действовать концепция сакрального нерукотворного образа это не тот образ который сотворен руками человека ремесленника в том числе и скульптурный образ священном писании не единожды осуждается практика идолов которых вырезают из дерева или камней и которому поклоняются люди чудесный образ вот что допустимо нерукотворный образ в частности образ христа который выведен из истинного образа отпечатка лица на ткани образ богородицы его прототипом считается образ нарисованный апостолом лукой и другие иконы они пошли от основной было несколько базисных типов которые были в отдельных церквях одигитрия либо аранта считалось что тот кто изображен он в большей степени причастен к созданию образа нежели сам художник соответственно художник по определению оставался анонимным здесь по умолчанию отпадает вопрос авторства культ художника-творца свойственен европейской культуре нового времени в частности начиная с эпохи романтизма в древние времена не мыслили такими категориями образ согласно традиции канону это рисованный образ негативным было отношение к скульптурному образу в частности эта традиция укоренилась на востоке и до сегодня если зайти в церковь восточного обряда вы не увидите там скульптур там иконы в комплексе иконостаса стенописи образ пантократора в центральном куполе стены и купол также расписаны согласно установленной иконографической программы рисованный образ в отличие от церквей западного обряда если зайти в костел там есть скульптуры до начала крестовых походов здесь на этом месте находился подземный резервуар с водой но именно в этом подземном резервуаре мать императора константина в начале четвертого века нашла три креста согласно тому что пишет историк монах сократ схалас своей книги история христианской церкви датируемая концом четвертого века святая елена на одном из крестов нашла табличку которой было написано иисус назарей царь иудейский точно так как в евангелии именно с вот этой находки палестина становится святой землей флавия юлия елена августа мать римского императора константина первого прославилась своей деятельностью по распространению христианства и своим паломничеством в иерусалим во время которого согласно церковной традиции она обнаружила гроб господин крест на котором был распят иисус и другие священные христианские реликвии и святые места елена почитается рядом христианских церквей как святая в лике равноапостольных после того как мать императора константина императрица елена возвращается своего паломничества в палестину константин издает указ предписывающий евреям выселиться из иудеи и галилеи объявляющий палестину святой землей для христиан вот почему к середине четвертого века количество синагог в городах малой азии в том числе и в константинополе возросло и собрав всех первосвященников и книжников народных спрашивал у них где должно родиться христу они же сказали ему в вифлееме иудийском ибо так написано через пророка и ты вифлеем земля иудина ничем не меньше воеводств иудинах ибо из тебя произойдет вождь который упасет народ мой израиля одним из самых посещаемых мест на святой земле является место рождения иисуса вифлеем и конечно же его обнаружила императрица святая елена которая повелела на всем месте построить церковь церковь рождества и сегодня является посещаемым паломническим местом интересным является тот факт что евангелие очень мало рассказывает нам подробности о рождении иисуса евангелие от луки 2 глава говорит нам о том что мария родила младенца мужеского пола спеленала его и положила в ясли потому что не было для них места в гостинице именно поэтому история рождения на протяжении многих веков обрастала всевозможными сказками и легендами начиная от рождения от рождественского вертепа заканчивая историей о трех царях и образами западноевропейского фермерского дома базилика рождества христова или храм ясли по-арабски согласно преданию была построена над местом рождения иисуса христа наряду с храмом гроба господня является одним из двух главных христианских храмов святой земли одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире первый храм над пещерой рождества был заложен в 320-х годах по указанию императора константина великого он упоминается уже в триста тридцать третьем году а его освящение состоялось 31 мая триста тридцать девятого года и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались сегодня церковь рождества разделена на католическую и православную половины однако православная часть совместно используется армянской и греческой церквями за право пользования помещением между служителями этих церквей неоднократно возникали конфликты и даже драки о чем нередко повествует местная пресса учитывая то значение которое занимает церковное предание в православном и католическом богословии паломничество по святым местам почитание реликвий или мест захоронения святых является важной частью практической религиозной жизни прихожан этих церквей скорее всего что место рождения иисуса которое показали императрицы елены было не совсем верным дело в том что и евсевий и даже и устин мученик пишут о том что иосиф и мария провели ночь в пещере на краю города несмотря на то что здесь мы находимся в пещере это не край города одним из самых известных жителей вифлеема четвертого века пожалуй являлся ероним которого почитает святым как в православной так и в католической церкви и раним до 360 года изучал философию время но потом принял крещение в 372 году он принимает монашеский обет отшельничества и для этого направляется на святую землю до иеронима во втором веке отцами церкви проживавшими на территории италии было осуществлено несколько переводов евангельских текстов на старо-латинский язык однако среди латино говорящих отцов церкви не было знатоков древнееврейского языка в 385 году римский епископ дамасий 1 отправляет сафрония евсевия и иронима в палестину для того чтобы он мог осуществить перевод ветхого завета с древнееврейского языка поселившись на святой земле ироним вел отшельнический образ жизни при этом он пытался изучать древний еврейский язык для того чтобы сделать перевод библии к сожалению из-за указа константина большинство раввинов покинула палестину и все раввинские школы были закрыты может быть поэтому знание иронима в области еврита были недостаточны и перевод вульгата содержит много ошибок одно из самых знаменитых ошибок которые допустил ироним при переводе библии был перевод двадцать девятого стиха тридцать четвертой главы книги исход переведя еврейское словосочетание керен ор что означает луч света ироним записал рок света с тех пор в традиционной христианской иконографии моисея изображают с рогами название города назарет на иврите нацер от происходит от древнееврейского существительного неца побег виноградной лозы здесь после вавилонского пленения обосновалась часть семьи давида к сожалению после войн землетрясений и крестовых походов мы не можем обнаружить никаких следов пребывания семи иисуса в этом городе тем не менее начиная с четвертого века назарет превратился в одну из паломнических святынь церковь благовещение была построена якобы на том месте где ангел габриил сказал марии о том что ей предстоит быть матерью миссии шестой же месяц послан был ангел гавриил от бога в город галилейский называемый назарет где в обрученной мужу именем иосифу из дома давидова имя же деве мария ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная господь с тобою благословенно ты между женами она же увидев его смутилась от слов его и размышляла чтобы это было за приветствие и сказал ей ангел не бойся мария ибо ты обрела благодать у бога мария была простой еврейской девушкой которая готовилась к свадьбе ее отцом был или потомок нафана который был братом соломону сыном давида и вирсавии согласно пророчеству исаи бог обещал дому давидову знамение дева должна была родить спасителя мира однако же в третьем четвертом веках под влиянием стоической философии христианской церкви начала зарождаться доктрина непорочного зачатия именно из-за этой доктрины образ марии был до неузнаваемости искажен и ей стали предавать почти божественный статус в православном богослужении едва ли можно указать какой-либо чин хотя бы самый краткий частный в котором не было бы обращение к богородице или с прославлением ее или с молитвой о помощи или ходатайстве или же с благодарением за такое ходатайство и помощь почитание богоматери имеет свою основу в предании в католической церкви почитание марии матери иисуса охватывает обряды которые включают молитвы благочестивые действия изобразительное искусство поэзию и музыку посвященная пресвятой деве марии вера в воплощение бога сына через марию является основанием для того чтобы называть ее богородицей что было объявлено догматом на эфесском соборе 431 году на втором ватиканском соборе и в энциклике папы иоанна павла второго они говорят так же как о матери церкви о жизни марии матери иисуса после его смерти библия нам ничего не говорит единственное что мы знаем это слова иисуса которые он сказал на голгофе записаны в евангелии от иоанна жена все сцентой этими словами и иисус заповедал иоанну своему любимому ученику заботиться о своей матери на этом основании строится предание о том что когда иоанн стал епископом в ефесе он переехал сюда взял с собой марии и она жила вот в этом доме насколько вероятно подобное развитие событий но это зависит от того сколько было лет марии когда иисус умер сколько после этого она еще прожила и когда иоанн стал епископом в ефесе библия об этом не говорит ничего но церковь официально объявила этот дом местом паломничества и поклонения возрастающее почитание девы марии и возникновение мариологии как раздела богословской науки является следствием обретающих все большую популярность писаний святых о марии народных преданиях о явлениях марии и связанных с этим чудесах истории явлений марии в воды лупе лурдия фатиме аките и других местах являются катализатором появления движений и обществ марии с миллионами членов а также различных связанных с этим суеверий так как же нам относиться к преданиям в этом контексте многие обращаются к словам апостола павла записанным во втором послании фессалоникийцам 2 15 где сказано твердо держитесь предания которое мы передали вам словом или каким-то нашим посланием на этом основании делается вывод что кроме посланий павла известных нам в новом завете существует еще и его предание и это открывает дверь для доктрины согласно которой кроме священного писания существует и священное предание которое пользуется таким же авторитетом и богодухновенность интересно заметить что греческое слово парабасис предание встречается кроме послания фессалоникийцам еще неоднократно в новом завете по отношению к преданию старцев например иисуса упрекали за то что его ученики не следует преданию старцам и не омывают руки перед едой речь здесь идет об устной торе согласно пониманию ортодоксального иудаизма моисею носиная кроме пяти книжи была дана еще так называемая устная тора которая передавалась из поколения в поколение и соответственно в ортодоксальном иудаизме сегодня понимают любой раввинистический документ является непосредственно следствием устной торы которую моисей получил на синае но можем ли мы быть уверены в том что к примеру традиция об омовении рук была дана именно моисею на синае они зародилась во втором третьем веках до нашей эры сам иисус как об этом пишут евангелие хоть и не отвергал иудейскую традицию но относился к ней критически подобная ситуация существует и по отношению к церковной традиции показательным примером этого может служить жизнеописание святого николая икона которого является наиболее популярной среди например украинских православных верующих согласно историческим сведениям мы можем заключить что николай действительно мог быть епископом в этом городе мира в начале четвертого века он даже пережил диоклетианово гонение и согласно некоторым историческим данным он мог быть делегатом на никейском соборе хотя здесь уже сведения разнятся что же касается истории с пощечиной нанесенной арию во время собора или с тремя монетами которые он подбросил девушкам чтобы спасти их то они появляются уже в позднее средневековье вероятнее всего являясь либо предметом вымысла либо совмещением нескольких образов самое известное предание святом николае было составлено в пятом веке святым симеоном метафрастом существуют также церковные песнопения тропари каноны в которых прославляется святитель николай однако они также датируются девятым веком скорее всего их авторство принадлежит святому иосифу песнопевцу после шестнадцатого столетия история николая появляются в сборниках жития святых по мнению современных исследователей эти истории являются искаженными и вероятно представляют собирательный образ возвращаясь к словам апостола павла во втором послании фессалоникийцу можем ли мы утверждать что церковная традиция со всеми наслоениями которые вошли в нее на протяжении многих веков порой противоречащими друг другу является точным отражением истинного апостольского предания как нам относиться к различного рода подобным предания интересно заметить что в удаизме существует целый жанр предания он называется агода есть очень много рассказов и сказаний о жизни раввинов и различных мудрецов однако один известный израильский историк и публицист сказал так тот кто не признает а году и не знает ее это невежда а тот кто признает а году и принимает ее буквально глупец таким образом мы можем видеть что в иудаизме уважают традицию но в отличие от христианства не канонизирует ее главной особенностью пергамского периода истории церкви длившегося всего два столетия с 4 по 6 век является формирование и кодификация церковного предания иконопочитание традиция паломничества к святым местам канонизация святых и вера в заступничество марии являются небиблейскими учениями которые стали неотъемлемой частью вероучения церкви на многие века пергамский период стал следующим звеном в цепи постепенного отступления церкви от принципов учения иисуса заложенных в евангелиях если в предыдущий смирнский период христианство порвало с иудейским наследием и культурой заменив его на еленистическую то в пергамский период христианства сформировав святоотеческую традицию возвело барьер между человеком и богом таким образом христианство оформилось в религию весьма далекую от того как это было заповедано иисусом и провозглашалась апостолами эта религия и была взята на вооружение церковно-государственной системой которая существовала в период средневековья именуемый в библии феатирским иисусом и библии феатирским иисусом и библии феатирским